привет народ сегодня с вами снова я евгений пугач и мы на данном канале как всегда разговариваем и общаемся с вами на тему бариатрических операций те кто не знает я перенес 2 бариатрические операции прошлых видео уже рассказывал что и как и в данном видео я хотел бы своим поделиться информацией про израильских специалистов в плане бариатрии что они советуют и как они советуют принимать пищу после бариатрической операции причем неважно какой кроме бандажирования кроме кольца мы сейчас с вами говорим о резекции шунтирования саде и прочее прочее всех операциях которые нам делают для похудения теперь что же касается меня я не врач я не имею медицинского образования поэтому если вы мне не доверяете пожалуйста перейдите к следующим видео к другим к врачам и прочее я все же бариатрик со стажем и сколько нахожусь в израиле израиль может так сказать это мека по бариатрическим операция я буду сейчас читать с экрана буду переводить сверита на русский конкретно все 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 уровни время временные рамки операции прочее значит тоже советуют наши израильские диетологи и хирурги после операции мысль мы на данный момент говорим до 10 дней после операции для начала по поводу того когда вы можете принимать воду когда можете пить для начала вам должен врач дать разрешение на то чтобы пить как правило это происходит через день или на следующий день или же буквально после операции через несколько часов но вам разрешение должен на это давать врач теперь что же советуют пить пить воду комнатной температуры не горячей не холодной можно также пить чай прохладненький то есть не горячий немного теплый извиняюсь дальше ни в коем случае не пить больше чем 100 миллилитров вообще то есть не пить и дни не пить такие большие количества что же врачи советуют пить от 50 до 100 миллилитров жидкости как правило это четверть стакана пол стакана теперь как правильно пить маленькими глоточками ни в коем случае не глотать сразу брать чашку и ни в коем случае этого это запрещено это раз трое вам будет очень больно и можно естественно блевануть также ни в коем случае в это время не пить газированную никакую воду вообще теперь что у нас происходит в первые два-три дня после операции вы должны принимать пищу жидкую то есть такие джели кефирчики и всякое такое и скажем так это еда должна идти до 10 дней дальше со 2 3 дня после операции вы можете потихонечку добавлять в вашу воду молоко и прочее 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 как правило 23 дня вы должны пить только жидкость только воду теперь второй третий день можно добавить молочко и всякие мол и всякие мои молочные продукты теперь если мы говорим о молочных продуктах и потом кефирчиков и ряженок или еще прочее до 5 процентов жирности это важно то что советуют израильские медики что же главное еще очень важно не принимать пищу и не кушать вместе то есть если вы хотите пить вы должны попить 15 минут примерно до еды потом принять пищу и пить после этого только через 30 минут это очень важно что вам надо еще вам надо кушать каждые два-три часа то что я вам рассказывал во всех своих прошлых видео а также вы обязаны принимать мульти витамины примерно через три дня после операции вы должны принимать мульти витамины теперь они есть разные они есть в капсулах они есть в разных формах в жидких и прочее вы должны посоветоваться с вашим врачом чтобы он посоветовал какие витамины брать но вначале мы не принимаем все витамины мы принимаем только как правило по две таблетки мульти витаминов и после вот этих дней вы должны тогда уже посоветоваться с врачом какие же витамины вам принимать дальше почему я специально не хочу говорить какие какие надо принимать потому что в каждой стране есть скажем так свои небольшие направления и прочее я не хочу в это сильно лезть какие принимаю я я уже про это рассказывал и не вижу смысла повторяться так третий уровень третий уровень как правило с извиняюсь 11 дней после операции и до месяца с 11 дня и до конца первого месяца после операции вы можете потихонечку добавить более твердые продукты что имеется ввиду более твердые продукты имеется ввиду пире рис есть также паста из яиц к примеру но она в классно очень классно дальше овощи вареные очень скажет так хорошо проваренные овощи и что до желательно их продавить или вилка или пропустить через блендер сделать это кашеобразную такую штуку дальше авокадо вы вы можете тахини вы можете теперь вы же скажете женёка где же мясо или рыба так вот тунец в с водой вы можете уже потихонечку и начинать кушать спокойно тунца дальше что еще у нас пишут также принимать примерно значит количество пищи количество пищи в первые вот эти вот дни после операции количество пищи должен быть примерно около пяти ложечек здесь ложек не ложечку скажу так вот 3-5 ложек окей это примерный размер порции которые советуют израильские медики теперь после месяца до после меня кстати из еще очень важно это важно вы можете потихонечку добавить в ваше меню также курочку рыбу но все это должно быть перемелено в блендере или же ближе раздавленная вилка или еще чем-нибудь измельчено чтобы вам было легко теперь как правильно принимать пищу тоже важно то есть все что в принципе это важно вы должны взять ложку всунуть ее в рот и тщательно пережевать и медленно теперь как вам как можете проверить подходит ли вам пища или нет потому что очень много бариатриков и у меня в группе также мне говорили у меня это было что вот мы до операции и вот какой-то продукт ели потом его есть не можем или же наоборот мы чтобы допустим что-то не ели а теперь мы его хотим и и любим дам пример про себя я ненавидел до операции сливки и фазе не сливки маслины вот вообще не мог их видеть даже даже нюхать не мог сегодня я их ем без каких-либо проблем поэтому вкусы после операции меняется это нормально теперь что еще можно сделать что еще можно кушать можно сделать рыбной или куриные или из индюшки котлетки на пару и кушать их тоже медленно повторяюсь медленно почему надо кушать медленно все на самом деле гениально и просто когда мы кушаем медленно ли вообще когда мы принимаем пищу чувство насыщения приходит к нам через некоторое время после еды поэтому если мы будем кушать медленно мы не сможем сожрать гораздо больше теперь переходим к следующим месяц после принятия пищи по поводу хлеба хлеб все равно не советуют принимать кушать в сухом виде вы можете если хотите хлебушек можете сделать его как тост вы можете его подсушить хлеб мы можем принимать только через два месяца после операции это то что советуют наши медики и потихоньку 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 можно можно уже кушать и проще теперь спорт когда же можно заниматься спортом после бариатрической операции что советует израильская медицина в этом случае естественно при то при условии что вам это разрешает врач примерно 6-8 недель после операции вы можете потихонечку вернуться в спортзал если вы занимаетесь на плавание велосипед пробежка и прочее мой дружеский совет если у вас на изначальный вес очень большой не бегайте вы просто убьете себе колени подождите немножко теперь поскольку надо заниматься спортом поначалу то что советуют наши ребята это если вы хотите уже вот как можно раньше заниматься спортом это 3-4 недели после операции примерно так вы можете потихонечку ходить примерно три-четыре раза в неделю по 10-20 минут не больше все остальное вы должны получать разрешение от вашего врача лечащего как вам можно заниматься спортом теперь по поводу количества воды после операции вы не скажете женок ты сейчас нам говоришь количество вы живете в израиле у вас там тепло и жарко и вам надо пить это неважно в какой нахожусь стране хоть буду на чукотке 8-10 стаканов воды в день что мы что имеется ввиду вода это может быть вода это может быть чай это может быть не газированный и не сладкий или не сильно сладкий напиток да это вода теперь еда я еще раз вам повторюсь ребят примерно 15 минут до принятия пищи вы можете пить воду во время принятия пищи вам нельзя пить воду и если хотите пить ее последует то полчаса после принятия пищи сейчас я объясню что может быть если вы будете кушать и пить вместе первое самое простое вы можете блевануть второе вы будете голодный через буквально час после принятия пищи почему потому что вода она помогает как можно быстрее пронести пищу вниз вот это для нам для нас не очень хорошо теперь кушать каждые 5-6 часов бой занять сколько кушать каждые 2-3 часа а принятие пищи в день должно быть 5-6 раз ребят поверьте мне это работает теперь что нам нежелательно кушать еще раз я не хочу говорить запрещено но нежелательно это хурма хурму нам нельзя она может сделать у нас закупорку дальше вот у нас есть скажем апельсины мандарины есть это вот белая перегородка и и кушать тоже нельзя интересно сейчас вы услышите еще один факт что еще тоже не очень для нас хорошо это гранат гуява нельзя нежелательно манго нежелательно и всякие еще вещи с кстати теперь я вас просто добью я или я лично это за этим не слежу если я хочу это кушаю арбуз нам тоже не очень полезно почему там просто очень большое количество сахара но еще раз поймите одну такую простую вещь нет понятия запрещено кушать чего-либо на вы можете кушать но просто знаете если вы кушаете эти продукты они могут сделать у вас некие проблемы надеюсь это видео было не очень скучным но очень интересно интересно